Два выпускника в Югре сдают ЕГЭ по китайскому языку. Такого предмета в школах нашего региона нет, поэтому сургутяне будут записывать свои ответы на диктофон. После файл отправят в Москву, где проверять правильность произношения будут федеральные эксперты. Как проходит экзамен по китайскому и почему выпускники не волнуются, узнали мои коллеги. Сейчас Константин сказал, что обязательно сдаст экзамен и у него все получится. В этом сомнений нет, ведь молодой человек изучает язык иероглифов уже 8 лет. Несколько раз он ездил в Китай, практиковался в речи там. Говорит, что учить китайский трудно только вначале, потом процесс идет легче и быстрее. Сегодня будет устная часть, она состоит из трех заданий. Для меня это очень элементарное задание. Экзамен по китайскому языку выпускник сдает для себя. Он не пригодится ему при поступлении в УЗ. А вот Влада Краснова планирует связать свою жизнь с Поднебесной. Сначала девушка влюбилась в красоту этого языка, а потом разглядела и перспективы сотрудничества с КНР. Я бы хотела работать в переводческой сфере, наверное, с синхронистом, переводчиком. Может быть, востоковедом, работой с аналитической информацией. Может быть, изучать более глубже философию культуры Китая. На самом деле, очень много планов. Со специалистами, владеющими языком, Влада занималась недолго. В последнее время работает над самообразованием. Завела друга по переписке из Китая и читает прессу на этом языке. Говорит, больше всего выручают молодежные сериалы. Один из сериалов – это «Симфуды Менхяо». Это сериал про, скажем так, мелодраму, про отношения людей в ресторане, про работников ресторана. И произношение актеров, актрис в данном сериале очень четкое и понятное, поэтому не составляет труда, в принципе, их понимать. И если постоянно присматривать, одни и те же серии, в принципе, потом ты не замечаешь, как твое произношение улучшается. Перед экзаменом молодые люди не волнуются, ведь в своих силах они уверены. Я люблю делать участие, 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 участие. Среди педагогов Сургута не нашлось полиглотов, владеющих китайским. Поэтому принимать экзамен у выпускников будет учитель математики. Устанавливается специальная программа. Когда ребенок начинает сдавать экзамен, он надевает наушники и там выполняет все задания, которые предусмотрены по китайскому языку. Задача продолжительность 14 минут. На следующей неделе Влада и Константин сдадут еще и письменный экзамен. А вот результаты придется подождать. Их ответы отправят федеральным экспертам, которые только к середине июля определят количество баллов. Екатерина Нефедова, Владимир Гайнзе, телерадио компания «Югра», Сургут. Продолжение следует... Продолжение следует...